сегодня будем говорить про топ ошибки при работе с маркетологом как найти специалистов хороших буду вести эфир я и мой знакомый крутой маркетолог который я уважаю действительно читал его книгу кто читал тоже там напишите подождем сейчас кира присоединится и начнем наш эфир я думаю что даже уверен что будет очень полезно кто кстати кира знает из моей аудитории я думаю что многие знаете кира уланова читали я даже делал обзор на его книгу на ютюбе книга называется генератор клиентов по-моему как вам книга расскажите сейчас тоже планирую написать свою книгу поэтому максимально сейчас изучаю то что есть на рынке вот и тоже постараюсь что-нибудь такое написать полезно для вас ближайшие привет так все секунды я надену уши потому что мой телефон упал в ванну да тоже надену еще момент так меня слышно нормально ребят если слышно чирканите пожалуйста плюсик или что-нибудь чтобы мы поняли потому что звуки все нормально а ты меня слышишь нормально да я слышу наушники с кальянчиком где-то в кафешке кальян я сегодня начал пересматривать фильм область тьмы где он колеса кушал и так сейчас ждем рек реакшен так ну что ж тогда значит когда буду в москву заранее с тобой спланируем запишем интересный ролик для аудитории да с радостью запишу я думаю что и моя аудитория твои это будет очень интересно поговорим обязательно смотри у нас сегодня с тобой тема ты закрепил топ ошибки при при работе с маркетологом я бы наверно знаешь тут бы добавил что ошибки работы с маркетологами которые ведут к финансовым потерям вот какие ошибки ты как маркетологу давай давай будем просто ошибками перекидываться так просто единотого рома формат будет интересней и вложимся думаю может быть в 30-40 чтобы не затягивать надолго чтобы аудитории было не сложно смотреть окей хорошо да давай тогда наверно раз я пришел к тебе на трансляцию наверное я первый назову ошибку вот и мяч на моей стороне потом перекину мяч на твою сторону значит по факту а кстати комментарии не вижу от ребят ребят и комменты ты заблочил или просто не ключи не пишет а комментарии видимо так как я начал трансляцию я вижу который с моей стороны в комментарии есть нормально не понял я просто не подгружаются поэтому ты тогда будешь читать если что-то будет важно интересно нужно ты скажешь хорошо значит по факту ошибок при работе с маркетологом и просто невероятное количество можно бесконечно перечислять но фундаментально то что я вижу в работе с моими клиентами это то что предприниматели но косячат когда нанимают специалиста берут на работу во первых глобальная проблема в том что вообще должность маркетолог она размылась в связи с появлением там всяких инстаграм маркетологов воронка строителей смм щиков прод менеджеров а таргетологов трафик менеджеров и так далее и сама по себе должность маркетолог она вот резюмиру она по сути отсутствует надо всегда конкретизировать кого кто конкретно мне нужен на ту или иную позицию по сути всегда должны специалисты подбираться под запрос и я то что со своих выступлений в рамках своих трансляций то что я всегда транслирую то что предпринимателям в 99 процентов случаев просто категорически запрещено бежать обучаться маркетингу и покупать услуги маркетологов по одной простой причине потому что они до конца не понимают каков их истинный запрос в чем вообще надо потому что увеличить продажи это не запрос под увеличить за продажи маркетологом очень просто продать много ненужного в моменте для предпринимателя и например там нужен ли youtube предпринимателю глобально нужен но нужен ли например сейчас но скорее всего нет потому что есть более важные задачи которые нужно в бизнесе и вот это просто простой пример важно определиться запросам и когда например то что по ошибке я вижу когда например находится маркетолог назовем это так такая абстрактная профессия значит то важно понять чтобы он описал как он будет работать конкретно с моей компании исходя опять же там из ее особенностей не обязательно иметь кейсы в конкретной ниши я вижу очень часто предприниматели спрашивают мол а у вас есть примеры реализации там воронок либо там простройка маркетинга либо там настройки трафик систем моей ниши у меня простой вопрос а какая разница ну то есть как это влияет и ну конечно понимание специфики понимание там аудитории это дает определенный плюс но если так вернулся если опыту маркетолога достаточно большой то он может легко адаптироваться в процессе просто работая в рамках этой ниши то есть это не из проблемы поэтому чтобы выбрать маркетолога важно у него спросить план действий как он будет работать конкретно с моей компании чтобы он описал непосредственно маршрутную карту исходя из особенностей конкретной компании вот это вот очень важно чтобы мы видели что мы на одной волне но опять же тоже такой момент чтобы разобраться чтобы понять правильный ли план правильный ли план все равно важно ориентироваться ну как ни крути только такой знаешь палка двух концов то есть предприниматели всегда в ловушке тебе так не кажется у меня свое мнение ну истинно в твоих словах есть но я начну с того что я считаю что предприниматель должен разбираться в маркетинге потому что ему нужно понимать что спрашивать с людей которых он нанимает то есть общее какое-то понимание оно у предпринимателя должно быть как минимум то есть какие кпи выставлять то есть есть предприниматели которые знаете как типа сделай просто мне охуенно говорят да а другие они разбираются они говорят то что мне нужно миллион рублей план продаж выполнить средняя конверсии заявки в продажу такая-то из клика в это такая-то соответственно мне нужно примерно полторы тысячи заявок в июле на мою нишу с моего сайта соответственно как будем проверять качество заявок так ну так то вот это хороший предприниматель с таким запросом точечным он найдет хорошего специалиста то есть не человека который поставит его на бабки это раз второе я совершенно с тобой согласен в том плане что сейчас позиция маркетолог она очень размыта то есть если зайти на супер джопа headhunter там будет очень много смешных вакансий где написано что маркетолог должен и таргет настраивать и контексты youtube и smm и сайты пилить и это пятое десятое аналитику еще там да то есть как бы маркетолог в понимании за там и чара либо предприниматель это такая двадцатирукая шива которая должна все делать я считаю что это ошибка потому что если вы хотите нанять маркетолога в компанию инхаус да так называемый директор по маркетинг то его основная задача это контролировать то есть а его задача взять с предпринимателя задачу то есть который он ему спускает дальше и реализовать теми ресурсами которые есть у компании либо привлечь дополнительные ресурсы как подряд субподряд то есть но его задача основная это буфер между клиентами то есть реализации какой-то маркетинговые задачи и между предпринимателем но при этом маркетолог не должен сам в компании все это делать да конечно маркетолог может нанять то есть как я предположим дел у меня было много крупных проектов я привлекал в компанию своих специалистов то есть я как бы раздавал задачи точечно то есть у меня был смм-щик таргетолог контекстолог там контент маркетинг эмэйл воронка вот но сам я это не делал естественно поэтому резюмируем предприниматель должен разбираться и нужны точечные запросы чтобы он умел точечно понимать что ему нужно конкретно сейчас естественно нужно разбираться в этом то есть если у предпринимателя запрос скажем на там дополнительный объем заявок то ему нужен такой-то человек да то есть если ему нужно скажем бренда ворнос там либо обвлеченность социальных сетях ему нужен второй другой человек вот это знаю знаешь какой знаешь какой я вывел такую фразу которая вот отражает то что я говорил в начале то что ты сейчас тоже подтвердил что предприниматель должен понимать свой запрос ну разумеется понимать свой запрос он должен разбираться в любом случае в текущем положении и я вывел следующую фразу формулировку что успешен тот предприниматель который маркетолог где маркетолог это не про должность это про способ мышления вот должен качать тебе на мозги как вот если очень прикольное объяснение тони роббинс у него у тони роббинс есть семинар бизнес мастерство вот у него очень классно есть формулировка по поводу ролей собственников бизнесе они разные то есть есть роль собственника продюсер маркетолог менеджер управление там я не знаю там артист тоже то есть артист это скажем как аят шабудина то есть человек который выступает и таким образом привлекает аудиторию к себе да вот то есть когда вы понимаете что вы не маркетолог ну как по роли да как собственник то вам нужен партнер либо такой человек который усилит вас как команду то есть у вас скажем есть какие-то менеджерские крутые качества да либо вы человек продукты еще называют человек продукт это человек который отвечает за именно за продукт но не за распространение не за продажи там не за там другие какие-то вещи да там не за клиентские сервисы соответственно а под каждую вот эту задачу ищется дополнительный ресурс человеческий супер давай твоя ошибка при работе с маркетологом ну да 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 ну да работа с маркетологами ошибки которые ведут к финансовым потерям первая ошибка это когда маркетолог и предприниматель не не понимают то есть они находятся не в одном поле понимание чего не хотят с одной стороны с другой то есть грубо говоря есть основатель он скажем хочет одно он передает это маркетологу маркетолог ну это знаете как вопрос о правильной постановке задачи как как правильно ставится задача то есть ставится задача по smart в этом звали да то есть она должна быть четко продаймена по времени она должна быть с конкретной целью оцифрованный. Человек, которому ставятся задачи, он должен понимать, за счет чего он ее сделает, то есть инструменты. И он должен быть мотивирован это делать. Соответственно, если это все действует, он передает эту задачу, при этом еще переспрашивает, правильно ли ты понял задачу. Вот в этом моменте очень много ошибок всегда происходит, потому что неправильная постановка задач от предпринимателя, от собственника, маркетолога, может привести к тому, что маркетолог не так понял и, соответственно, реализовывает там свою какую-то картину мира. При этом еще вторая ошибка это то, что многие маркетологи, они по умышлению не предприниматели. Так как у меня были свои бизнесы, я всегда стараюсь, естественно, мыслить как предприниматель. То есть понимание того, что предпринимателю нужны не заявки, ему нужны продажи. То есть это тоже большая ошибка, потому что многие маркетологам ставят кипярии, скажем, стоимость клика, CTR, CPC, количество переходов на сайт, выдача в Яндексе, но никак не продажи. По сути, основная задача слов собственника, когда он нанимает маркетолога, это именно увеличить продажи. То есть мы с тобой сейчас сошлись на том, что по сути в одной точке, что если предприниматель без мышления маркетолога, то есть без маркетинга, то он обречен на пиаско. В текущих реалиях рынка, учитывая разношерстность специалистов. Да, да. То есть у меня это решается тем, что я все-таки считаю, что предпринимателю нужно развиваться в маркетинге, да, то есть ему нужно обучаться. А у тебя ну, свое мнение на этот счет, как бы, да, но проблема, да, она у нас общая, и мы в ней сошлись. В смысле, в смысле, в смысле, а ты услышал, что у меня мнение, что не нужно ему развиваться в маркетинге, или что? Ну, ты говоришь, что ни в коем случае не надо собственнику, типа, идти учиться маркетинге. Я, 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 я такого не говорил. Я говорил, что почему нельзя, не, нет, да, 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 я сказал, почему нельзя бежать обучаться маркетингу и покупать услуги у маркетолога, даже покупать услуги, пока не разобрался со своим запросом. То есть, когда ты разобрался с запросом, то тогда ты имеешь на это право. Ну, опять же, он имеет право, в принципе, в любой плоскости и в любой реальности. Просто вопрос профита, вопрос результата, потому что часто предприниматели от нас, как от маркетологов, требуют определенного результата, не понимая реальности, что этот результат, он невозможен по ряду причин. Не потому что маркетолог криворукий, а потому что есть рынок, есть определенная динамика, есть определенный, даже определенный объем, который пробивается часто больше через бренд, через личный бренд, бренд компании выводится новый показатель. То, что ты сейчас озвучил по ошибкам, которые назвал свою ошибку, отсутствие понимания, тут я бы, наверное, дополнил бы тем, что отсутствие контроля. Отсутствие контроля, потому что, когда мы находимся в одной плоскости, например, если мы сейчас перейдем с тобой в статус предпринимателей и работая с исполнителями маркетологами, мы все равно должны правильно контролировать все процессы, которые происходят. И предприниматели часто не ставят KPI, потому что не понимают, какие KPI должны быть реально поставлены в текущей ситуации, либо ставят их, но они некорректно заведомы, потому что они не отражают суть происходящего. Поэтому KPI должны быть поставлены корректно. KPI, те, кто не знает, я, правда, комментариев не вижу, KPI – это ключевые бизнес-показатели, ключевые показатели эффективности того или иного действия, которое направлено на развитие бизнеса. Второй момент – это внедрение ежедневного планирования задач на день и ежедневную отчетность по их выполнению, причем в цифрах, твердых показателях и в идеале, как это повлияло на продажи. Потому что часто маркетологи любят мыслить категории конверсий, категории, по сути, вот я подрезюмирую, категории конверсий. И, с одной стороны, это правильно, потому что, ну, маркетолог, он не влияет на продажи в большинстве случаев, он влияет на конверсию продажи, влияет от отдел продаж, где он должен быть в синхроне с отделом продаж, тем самым докручивает. Очень важный момент, который ты сейчас назвал. Почему-то у многих предпринимателей, у многих собственников бизнеса есть такое мнение, что маркетолог, я это называю банковская система, да, то есть вот сунул карточку, да, банковскую, тысячу рублей, а высунул две тысячи, то есть такой волшебник, да, типа такой Гарри Поттер. Проблема в том, что многие маркетологи, как ты правильно сказал, у них не стоит задача внедряться в продажи собственнику, то есть когда мне, предположим, пытаются навесить кипя и продажи, я не против, но я сразу говорю, что тогда давайте передоговариваться на процесс продаж, тогда выдавайте мне доступ в СРМ, я должен слушать звонки, я должен коммуницировать с отделом продаж, то есть у нас должна быть прямая связка, но если меня не допускают к этому процессу, как я могу напрямую на него влиять? Вот такой комментарий тоже. Ты знаешь, хороший комментарий, но есть нюанс, нюанс в том, что ты можешь влиять, смотри, вообще на самом-то деле прожженный предприниматель, смотри, если бы, например, я бы тебя нанимал на работу, да, например, там, или, например, как сотрудника, либо, например, как, может быть, партнера-маркетолога, там, или просто купил твои услуги, например, понимая, например, текущий свой показатель, значит, в отделе продаж, например, у меня есть уже определенный объем заявок, определенный объем трафика, определенный объем трафика, пойдем издалека, определенный объем трафика, который у меня, через мой отдел продаж, конвертируется в деньги, например, из заявки в продажу с конверсией, ну, например, 47%. И я тебе говорю, Макс, вот у меня эти 47%, у меня, например, от 45% до 55% в продажу заявки, у меня этот показатель держится на протяжении двух кварталов. То есть это не случайность, это не месяц, не результат месяца. Вот у меня уже 6 месяцев держится такой результат. Соответственно, я тебя могу абсолютно, как предприниматель, имею 100% право тебя подвязать под этот процент, потому что именно он уже отработанный. И ты свои показатели, то есть ты свои продажи фиксируешь, основываясь на формуле именно этого процента, ну, минимального, 45%. То есть у меня, как предпринимателя, варьируется от 45% до 55%. Вот этот диапазон. Ты, как маркетолог, должен взять минимальный показатель в 45%. Что-то пищит, да? Нет, все нормально. Нормально? Вот. Я говорю, что ты должен, как маркетолог, взять минимальный порог в 45% моего отдела продаж и подвязаться под него, как гарантия продаж. Дам свой комментарий. Смотри, у меня на прошлой неделе было две встречи с крупными компаниями. И в обоих компаниях есть налаженный процесс лидогенерации. То есть первая компания сидит на Инстаграме, вторая компания сидит на Яндексе. Вот. То есть у них постоянный поток заявок. Причем вторая компания откручивает 5 миллионов рублей только в контексте. И они у меня спрашивают, Макс, как нам масштабироваться? Давай-ка ты посмотришь там наши рекламные компании в Яндексе, в Гугле. Вот. На эту тему я как раз писал пост. Я это называю драчня. Почему? Потому что когда у маркетолога есть какой-то отлаженный процесс, и моя задача не трогать то, что работает. То есть то, что работает, лучше вообще не трогать, не касаться. Потому что оно работает, оно предпринимателю приносит деньги, и он на основе этих показателей строит свои бизнес-процессы остальные. То есть если я буду туда влезать, есть фактор того, что я что-то поломаю. В любом случае. То есть оно может пойти вниз. А зачем мне брать на себя такие риски? Поэтому я всегда говорю предпринимателю, что лучше в вашем случае для масштабирования подключать новые рекламные каналы, новые гипотезы тестировать. То есть если у тебя есть определенный объем заявок из Яндекса, каждый месяц, предположим, тысячу заявок из Яндекса, так лучше не трогать то, что у тебя там в Яндексе. Подключать, скажем, Facebook, Instagram, YouTube, KMS, RCA, не знаю, там, Celebrity Marketing, вот, там тестировать. А дальше просто смотреть показатели. То есть смотреть, в какой из этих каналов лучше всего сработал по тем параметрам, которые интересны предпринимателю. Вот эти вот CV1, CV2 там и стоимость клиента. И когда мы видим, что мы нашли канал, который либо такой же по качеству, либо даже лучше, тогда мы его масштабируем. Но при этом этот процесс может затянуться. Это может быть месяц, два теста. Но в любом случае это будет масштабирование нормального для предпринимателя, без рисков, вот, как я считаю. Да, но вот единственный вариант предпринимателю оказаться правым, ну, то есть правым в плоскости, разумеется, определенного объема бизнеса, объема рынка, в том числе, это то, что я сказал, что подвязаться под уже отработанную конверсию отдела продаж. Но, безусловно, есть много переменных, которые маркетолог, прежде чем вписываться, он должен понять, на что он идет, и насколько там действительно отработана уже лидогенерация. Потому что там, где ты говоришь 5 миллионов, например, там, в рамках одного инструмента, там уже рынок, уже, не рынок, инструментарий уже отработан вдоль и поперек. Вот, я про это и говорю как раз. Еще я вспомнил другую ошибку, которую многие предприниматели с маркетологами имеют. Сейчас вот внимание, реально очень крутая тема, вот прямо вот запомните. Многие предприниматели, когда снимают показатели, они не учитывают периодичность. За какой период мы берем? Потому что, скажем, когда я занимался продвижением Тони Робинс в Олимпийском либо за рубежом, у отдела продаж снимались показатели каждый месяц. То есть каждый месяц, в конце месяца мы садились, я пригнал тысячу заявок, снимались показатели продаж. Но фишка в том, что не учитывалось плечо сделки, потому что клиент не сразу покупал. То есть если заявка упала в июне, она могла закрыться в августе. То есть здесь правильнее было бы считать период не каждый месяц, а каждые три месяца. Понимаешь, о чем я говорю? Или даже полгода. Вопрос LTV и вопрос, в принципе, модели бизнеса. Потому что, вот, например, у меня одна из компаний, которую мы развиваем, наша компания по бизнесу с Китаем. Это у нас логистика, свои офисы в Китае, свои склады, то есть зарегистрирована компания, то есть там лицензии и так далее. И вот у нас есть инфобизнес-направление, но оно у нас как бы не инфобизнес, у нас больше выступает в роли инфомаркетинга, потому что мы, благодаря именно этому решению, мы генерируем клиентов. У нас сам инфобизнес, окей, продажа обучения, инфобизнес, он у нас работает в плюс, но на этом плюсе вся компания жить не может, потому что он не покрывает все расходы. Но мы каждый раз, мы это все высчитываем, смотрим непосредственно эти циклы и понимаем то, что вот эта сгенерированная аудитория нам дает прибыльность в других направлениях. То есть это направление даже может быть убыточным, и нам это будет выгодно, потому что нам выгодно дальше перераспределять эти аудитории, там зарабатывать на других продуктах. Соответственно, часто предприниматели, еще одна ошибка, вот по сути она как бы такая, тут многогранная, связанная с цифрами, когда предприниматель, например, смотрит на стоимость подписчика, а не смотрит на стоимость, скажем так, сколько этот подписчик в среднем приносит денег, например, там за конкретный цикл. И получается, что он судит по первому показателю и понимает, что это модель убыточная, она невыгодная. Но в рамках долгосрока, в рамках определенного LTV, то есть жизни конкретного пользователя, назовем его так, он, например, в итоге покупает, например, там каждый третий месяц, например, ну, в среднем. А первые два месяца они в минусах, ну, то есть они, наоборот, топят компанию. Еще одна ошибка, которая из этого вытекает, это то, что многие предприниматели снимают аналитику, так называемую посткликом. Что такое постклик аналитика? Скажем, когда ты настроил себе Яндекс.Метрику, либо Гугл.Аналитику, ты запустил 10 рекламных каналов и снимаешь показатели стоимости заявки и стоимости продажи, да? И видишь, что, скажем, из Яндекса заявка стоит 700 рублей, да? И стоимость клиента 3000. А из Фейсбука, не знаю, предположим, да, стоимость заявки 300 рублей, но стоимость клиента 5000. Все, мы Фейсбук типа отрубаем, да? Но проблема в том, что вы не смотрите путь клиента. То есть это называется пост-вью-аналитика. Почему это важно? Потому что если мы проанализируем весь путь, то мы увидим, что перед тем, как он зашел в Яндекс и оставил там заявку, его догнала реклама в Фейсбуке, ВКонтакте, он посмотрел видео в Ютьюбе, потом он перешел, подписался в сообщество ВКонтакте, там он почитал пост, то есть там целая история была. И только после этого он подогретый вбил в Гугле конкретику и закрылся. И, соответственно, что происходит? То, что многие предприниматели думают, что, а, Гугл сработал, а остальные каналы давайте вырубать. Но при этом вот эта вся история, вот эта вся история подогрева, вот эти касания, она тоже была важна. Понимаешь, о чем говоришь? Безусловно, да. И вообще, в принципе, ну тоже, опять же, то, что вытекает еще из этой тоже ошибки, то, что предприниматели, они, например, то, что я вывел в рамках своей практики и то, что я также в книге «Генератор клиентов» я это написал, это «Оборонка перед воронкой». То есть многие предприниматели только еще сейчас начинают доходить мозгами, что нужна правильно оцифрованная воронка продаж с правильно простроенной стратегией и непосредственно работы с аудиторией по их запросам. Но они только начинают потихоньку, хотя это уже для рынка, ну то есть для тех, кто в рынке, в теме, они уже думают, что эта тема уже начала умирать. Хотя предприниматели только начали разбираться в воронках продаж, потихоньку что-то в этом понимать. Но они еще не дошли и еще не скоро дойдут в важности воронки перед воронкой, а именно заранее продуманному пути подогрева непосредственно на аудитории перед тем, как они соприкоснутся с бизнесом, даже в том числе соприкоснутся, например, с бесплатным скачиванием какого-то PDF, либо видео, либо реги на вебинар, либо консультация бесплатно, неважно. И они, когда подключают эту воронку перед воронкой, даже не воронку перед воронкой, просто какой-то подогрев базовый, непродуманный, он все равно подогревает аудиторию, эта аудитория в итоге получается стоимостью гораздо дороже и у него он смотришь, что цена растет и он просто уходит в панику, потому что он думает, блин, в моей нише таких ценников нет, в моей нише аудитория столько стоить не может и при этом он обрубает эту возможность, хотя она, если бы он выждал определенный цикл, она бы ему дала максимальный профит, потому что это аудитория, которая уже с максимальным уровнем осознанности и она готова покупать именно этого бизнеса. Еще ошибку вспомнил классную, вот часто ко мне приходят собственники бизнеса и говорят, Макс, вот ты там создал онлайн-школу по вокалу, там очень крутой показатель, там за две недели миллион двести, сделаем и так же. Многие предприниматели не учитывают то, что, во-первых, каждый проект он уникален, даже если это одна и та же ниша, все равно он уникален, почему? Потому что есть такое понятие, как бренды и размер активной аудитории. То есть, если, скажем, у меня была онлайн-школа, которую я реализовал с Натальей, да, вот у меня есть кейс, Наталья, она действующая певица, она действующая актриса, у нее большая аудитория, которую просто можно подогреть, там, сделать лонч и закрыть на миллион двести. А когда ко мне приходит нонейм-певица и говорит, я тоже хочу школу по вокалу, когда я ей говорю, что это будет стоить дороже, она не понимает, почему. Я начинаю объяснять, что помимо вот этих основных показателей, воронки, да, обратные, есть еще показатели. Аудитория. Аудитория, конечно, то есть подогретость аудитории, размер аудитории, трастовость, трастовость очень важна, то есть насколько тебя аудитория доверяет, потому что если у тебя миллион подписчиков, как у Портнягина, но у тебя подосран личный бренд, то вряд ли у тебя будут такие же продажи, как, скажем, у, не знаю, там у другого там человека, у которого миллион подписчиков, но у него сейчас трастовость большая. Скажем, как, не знаю, там у Артемии Лебедева, предположим. Да, мы тоже работали с разными селебрити, и я понимаю то, что именно вот качество аудитории, качество аудитории, оно совпадает с уровнем личного бренда человека, то, что он постит и как он выстраивает свои отношения. И самое главное, вот то, что также вывел в рамках такой прям активной практики, тоже такое вот прям интересное, уже фраза стала крылатой, что покупают у тех, кто обучает покупать у себя. То есть важно обучать выбирать себя, важно обучать покупать у себя, важно обучать пользоваться тем продуктом, который ты продал, потому что, вот, например, в Украине есть магазин Цитрус, тоже один из наших клиентов, не знаешь, Цитрус.ua, не слышал? Просто, ну, на досуге просто себе, там, сохранить Цитрус.ua. Короче, что, что, что делается в рамках бизнеса? Они даже обучают людей, они проводят тренинги, это, это, это компания, которая продает электронику, то есть там гаджеты, компьютеры, сейчас уже там электросамокаты, там, какие-то там электро, мини-машины, ну, короче, то есть вот электро, всякими там машин и электроникой. И вот они даже проводят тренинги по тому, как, например, раскроют потенциал своего макбука, например, там, мастер-классы по тому, как пользоваться айфоном. и это действительно дает огромные возможности, потому что, например, если, например, я покупаю в магазине айфон, и у меня, опять же, например, онлайн либо оффлайн, и меня тегят, ставят тег, например, что я маркетолог, например, и моя, например, компетенция маркетинга, то они легко могут со мной выстраивать отношения и, значит, держать постоянно в фокусе меня, отправляя мне, например, материалы, например, топ-10 приложений для маркетологов, например, открой там 5 каких-то опций своего айфона, чтобы продлить батарею на 25% и тем самым успевать по работе больше. И вот такие моменты, они выстраивают отношения и обучают меня постоянно выбирать их, когда я, собственно, формирую запрос, что, например, мне нужно купить чехол, либо какой-то там новый телефон, либо там макбук, либо там что угодно. Я всегда выберу их, потому что они всегда в поле моего зрения. Очень крутая тему, очень крутую тему ты сказал, сейчас комментарий дам, очень классно тему затронул. Просто есть такое понятие, как разные уровни конкуренции, да, вот многие предприниматели, вот тоже ошибка, когда нанимают маркетологов, они работают с полей конкуренции цена, то есть вот они пытаются ценой, да, там привлечь, там скидками, бонусами, предложениями, да, но вот то, что ты говоришь, это уровень конкуренции, третий, четвертый, это уровень конкуренции, когда мы именно обучаем клиентов, ты правильно сказал, самый популярный пример, это iTunes. Стив Джобс, когда создавал экосистему вокруг iPhone, вокруг Apple, вокруг вот макбука, да, он создал сервис, которым он обучал пользоваться, чтобы люди не скачивали песни с торрентов, да, чтобы они шли в iTunes и скачивали там, покупали песни, то есть это обучение. Другой простой пример, это была компания, которая продавала кофемашины, но при этом, чтобы кофемашина работала, нужно было покупать капсулы, а эти капсулы можно купить только у этой компании, соответственно, есть еще такое понятие, как луп, да, то есть продукт луп, который возвращает клиента каждый раз к тебе в бизнес, вот, при этом многие предприниматели почему-то этого тоже не учитывают, они не учитывают того, что вот они продали кому-то товар, все, у них как бы отношения с клиентом закончились, да, но при этом они не понимают, что привлеченный уже клиент ему продать в два раза дешевле, чем новому что-то продать, вот, классная тема тоже, да. Да, и ты знаешь, ну, мы уже с тобой как раз полчаса, ну, уже почти 40 минут уже ведем трансляцию, думаю, будем потихоньку завершать, я думаю, что тему мы раскроем в следующий эфир, думаю, проведем, если людям будет интересно, мы это раскроем больше, ты знаешь, что хотелось бы раскрыть, то, что я увидел, что по факту есть 4 уровня маркетинга и предприниматели, наши русскоязычные, я часто в Америке половину, наверное, половину-половину года я живу в Штатах, и я вижу, что американцы работают на третьем и часто даже бывают на четвертом уровне маркетинга, то есть, помнишь, был такой распространенный пример, что, типа, люди покупают не дрель, а дырку в стене, помнишь, да, такая была штука? Да, есть прикольная тема, да, есть прикольная тема, что не дырку в стене, а картину, картину, которую они повесят, понимаешь, я тебе расскажу, что это не самый крутой, то есть, это не последний уровень маркетинга, то есть, первый уровень маркетинга, это люди покупают дрель по характеристикам, это первый уровень, второй уровень маркетинга, люди покупают дырку в стене. Третий уровень маркетинга. Они покупают не дырку в стене, а результат. Это картину на стену, а четвертый уровень маркетинга, о котором мало кто вообще задумывается. В принципе мало кто работает. Американцы молодцы, они это качают. Люди покупают не дрель, не дырку, не картину, а состояние которое они получают, смотря на эту картину. И вот это вот, работая на четвертом уровне, мы попадаем и в третий, и во второй, и в первый. Потому что мы это грамотно все прострали, поэтому я предлагаю эту тему рассмотреть в следующем эфире, если люди голосуют в своих инстаграмах и наберем нужное количество активности, тогда проведем. Супер. Я не вижу комментов, мне сложно видеть реакцию людей. Что-то пишут? Все ставят пальчики, все ставят пальчики вверх, говорят круто, говорят, два мясника собрались и толкают крутую тему, так что всем нравится. Огонь! Огонь! Все, тогда, ну, опять же, много твердости, много понятности, это здорово. Спасибо тебе за эфир, тогда до встречи в следующем эфире, соберем активность и тогда продумаем тему и проведем. Да, спасибо, спасибо, пока. Все, пока.